Это не наши страны. Мы приехали сюда спасаясь, попросили у них защиты. Точно так же, как и ты, Джамбетов, в свое время приехал, попросил и прожил здесь 20 лет, продавая мясо. Вот мы здесь находимся в таком положении. Мы никак не можем помочь. У нас нет такого закона в чеченском кодексе, в чеченском менталитете. Нет вообще понятия, чтобы женщина чеченская сидела в тюрьме. Не существует. Нужно следить. Я хотел бы еще один момент отметить. Вот в этих речах в последнее время начинают проскакивать какие-то попытки пристыдить нас, диаспору, живущую в Европе. Например, в своем постам, в одном из своих последних сообщений, Джамбетов нам говорит, тысячи, он говорит, чеченских женщин, чеченских молодых ребят сидят в тюрьмах в Европе. Ну, за продажу наркотиков. Мол, займитесь лучше этой проблемой. Это ведь очень серьезная проблема, говорит он нам. Я хочу ответить, наверное, на это. Я не знаю, честно говоря, какова статистика по тюрьму. Тот, кто бывал в этих тюрьмах, наверное, он лучше будет знать. И, честно говоря, не сталкивался. Мне довелось только кадыровского киллера отправить в тюрьму. И еще один сейчас тоже находится в СИЗО. После суда тоже должен отправиться за ним. Но я вполне себе допускаю, что, возможно, там есть какие-то представители нашего народа. И, возможно, и мужчины, и женщины, которые, наверное, совершали какие-то преступления, в том числе и продажи наркотиков на территории европейских стран. И за это были осуждены и посажены в тюрьмы. Беспокоит ли меня это? Ну, наверное, да. Если об этом задумываться, то это однозначно неприятный момент. Однако эти люди, они-то хотя бы за дело какое-то сидят. То есть они нарушили законы в этих странах и по этим законам их осудили. Но вам ли нам говорить об этом, то есть пытаться нас этим пристыдить, если там, откуда ты вещаешь, откуда, например, вещает Джамбетов, в Чечне, там абсолютно невинная женщина, Зарема Мусаева, она сидит в тюрьме в Чечне ни за что. И сейчас на днях был суд, где прокурор запросил ей срок 6, по-моему, с половиной лет. Представляете, о чем может идти речь здесь? Мы-то здесь не можем вообще никак на это повлиять. Это не наши страны. Мы приехали сюда, спасаясь, попросили у них защиты. Точно так же, как и ты, Джамбетов, в свое время приехал, попросил и прожил здесь 20 лет, продавая мясо. Вот мы здесь находимся в таком положении. Мы никак не можем помочь чеченцам, совершившим здесь преступления. И за эти преступления, сидящим в тюрьме, будь это женщины чеченские или молодые ребята, очень неприятно, да, сердце от этого скорбит. Но помочь ничем не можем. Но вы говорите ведь, что там свобода, что чеченцы там хозяева сейчас на территории Чечни. Так вот, если там свобода, и вы там хозяева, почему чеченская женщина ни за что сидит в тюрьме? Взрослая, больная чеченская женщина. Если вы скажете, это ни за что, она там напала на сотрудника, давайте допустим, даже если чеченская женщина, как вы говорите, напала на сотрудника, что она ему сделала? Допустим, ударила, оплеуху дала ему, поцарапала его. Это соответствует чеченскому менталитету, чеченскому кодексу, чтобы эта женщина сейчас сидела в тюрьме за это? Это у нас так принято? Займитесь этим вопросом. Освободите эту женщину из тюрьмы. Ведь мы все прекрасно знаем, за что она там сидит. Не было никакого нападения ни на какую женщину. Она там сидит за то, что она является близкой родственницей, матерью и женой. Какими бы плохими ни были ее сыновья, ее муж, как бы вы их там ни ненавидели, отрываться на этой чеченской женщине не является... Не то, что там... Я сейчас про религию вообще молчу. Вот эта вот нохчала, вот эта чеченскость, которую вы постоянно козыряете, это не соответствует этой чеченскости. Чеченские женщины по чеченскому кодексу, чеченским понятиям вообще никогда ни за какие преступления в этом мире в тюрьме сидеть не должны. У нас нет такого закона в чеченском кодексе, в чеченском менталитете. Нет вообще понятия, чтобы женщина чеченская сидела в тюрьме. Не существует. Если вы хотите возразить, возразите. Предъявите мне хоть один пример, хоть одно преступление, которое может совершить чеченская женщина, и за это ее посадили бы в тюрьму. Мы ведь с вами прекрасно знаем, о чем мы говорим. У нас за... по нашему менталитету, по чеченским понятиям, по чеченским законам, по чеченскости, у нас мужчины несут ответственность за деяния женщин. Что бы эта женщина ни сделала, она никогда не сядет в тюрьму, по чеченским понятиям. Мы с вами это прекрасно понимаем. Поэтому, чем нас пытаться пристыдить, из-за того, что здесь, возможно, в тюрьмах какие-то там действительно женщины сидят, и мы никак на это повлиять не можем, я сейчас еще раз повторяю, даже если бы невиновную здесь посадили бы, максимум, что мы можем сделать, это по этим законам, этих стран, пытаться добиться освобождения таких людей. Что мы, собственно, и делаем. Когда мы какую-то информацию получаем, что где-то в отношении кого-то происходит какая-то несправедливость, мы в соответствии с законами в этих странах пытаемся добиться для этих людей справедливости. В вопросах предоставления убежища, в вопросах депортации, экстрадиции и так далее. Много таких примеров. С наркотиками, правда, не сталкивались, не приходилось. Ну и не знаем, честно говоря, ни одного прецедента, чтобы кого-то здесь, в отношении кого-то было сфабриковано уголовное дело по наркотикам. Просто не слышал, не сталкивался. Но у вас-то есть, как если вы говорите, что вы хозяева в Чечне, что теперь чеченцы управляют Чечнёй, значит, у вас должны быть все механизмы для того, чтобы не допускать нарушающих чеченскость каких-то нюансов на нашей земле. Ну вот, пресеките. И давайте с этого начнём. С Заремы Мусаевой давайте начнём. А потом заглянем в СИЗО в городе Гроза. И посмотрим, есть ли там женщины среди сидящих. Для начала. Я уверен, что есть. Давайте посмотрим по ИВСам, этих РОВД по республике. Посмотрим, есть ли там женщины. Я уверен, что есть. Давайте их всех освободим. Давайте на уровне... Уже говорите, вы свободны. Вы можете на республиканском уровне принимать любые законы. Давайте примите законы, что что бы чеченская женщина не совершила, её ни в коем случае сажать в СИЗО или в тюрьму не будут. Но мы всё будем решать по чеченским законам. Давайте примите такой закон. Если, как вы говорите, у нас там свобода. Видите? Но на таких моментах заканчивается вся эта свобода. Когда нужно в противовес Кремлю пойти, когда твои законы должны где-то перейти дорогу российской конституции, российским законам, которые доминируют над чеченскими. И любые региональные законы, принимаемые какие-то, это даже не законы. Неправильно даже их называют законы. Закончики, назовём их так. Уменьшительно. Вот закончики, которые принимаются на региональном уровне, они никак не могут противоречить федеральным. А вывести чеченских женщин из-под уголовной юрисдикции российской, это будет прямое противоречие российской конституции. И вы этого сделать не сможете. Поэтому будьте добры. Раз вы в отношении себя все эти моменты дозволяете, вы даже дозволяете похищение чеченских женщин, чтобы воздействовать посредством этих женщин на их мужчин, то оставьте в покое живущих в Европе чеченцев и не пытайтесь нас посредить тем, что мы не можем повлиять на то, что у нас в тюрьмах там сидят молодые ребята и, возможно, чеченские женщины. Да, здесь за нарушением закона здесь не будут разбираться, ты женщина или мужчина, ты чеченская женщина или чеченский мужчина. Здесь плевать никто не хотел. Если ты нарушил закон, тебя будут судить. Но я вам скажу точно, чего здесь не сделают. Здесь ни за что, вот что бы ты ни совершил, тебя не посадят на бутылку, снимая это на камеру, и не опубликуют в каких-то околоправительственных пабликах, сайтах и так далее. Не будет ничего подобного. На сайте полиции, на сайте парламента европейского такого не опубликуют, такого человеком не сделают. Здесь, в принципе, человека не будут избивать дубинками, заставляя его там что-то признать, подписать какие-то показания. Здесь не будут его бить током. Ничего подобного происходить не будет. Да, какие-то, может быть, моменты нарушения со стороны представителей полиции, они, возможно, тоже будут происходить. Но здесь есть инструмент борьбы с этим. А в Чечне-то ничего подобного нет. В Чечне тебя и на бутылку посадят, и сняв себя, что мне заставят по дорожке бегать, и ты ничего с этим сделать не сможешь. Потом еще на самом высоком уровне глава региона проведет совещание, на котором скажет, да, все правильно сделали. Снимать, правда, не надо было, но посадили на бутылку правильно. Так что, ребята, не чья бы, как говорится, мычала, да не ваше. Вы ничего не можете предъявить, вы ничего не можете подобного нам говорить, вы не можете нас пытаться как-то пристыдить, когда у вас у самих такие проблемы. Займитесь вот этими вопросами. И, кстати говоря, потом сразу можно и к вопросам молодых парней тоже перейти. Если, как вы говорите, свобода, маршо, то сколько таких вопросов, когда, ну я имею в виду, сколько, например, в этом же СИЗО, в этом же Чернокозово сидят чеченских пацанов за нарушение российских законов. Не каких-то отдельных чеченских, российских. Попробуйте принять на уровне региональном закон, который бы декриминализовал какие-то действия в общей российской картине, вот то, что в России является преступлением, сделать это на уровне региона, не преступлением. Попробуйте и освободите всех этих ребят. Мы посмотрим, как вы это сделаете. Вообще, в целом, конечно, сейчас в связи с этой тенденцией, вот этого задабривания, стирания границы, попытки всячески задобрить, поменять риторику и так далее, в этом контексте они, возможно, даже, знаете, какие-то шаги будут предпринимать, предпринимать попытки. Но слишком разгуляться им там не дадут. То есть, вот такие вопросы, как изменение, допустим, законов, принятие на региональном уровне законов противоречивших России, так разгуляться им никто не даст. Они будут пытаться вот такую пыль в глаза кидать? Да, они, конечно, могут сказать, ну вот, смотрите, например, Джамбетова, они могут его привести в пример, вот он, допустим, совершил преступление в российском уголовном праве, он воевал за пределами, там против, что-то там, по-моему, даже создание террористической ячейки, что-то такое ему там приписывают. Я не могу сказать, вот он приехал и свободно живет, его никто не трогает. Вы показываете пример того, как в соответствии с этими же действующими законами в России вы просто применяете амнистию в отношении предателей, тех, кто переходит на вашу сторону. Это не изменение закона. Вы измените закон на территории региона, примите закон, что человек, что, например, чеченцы, которые участвуют, которые нарушают закон России и в соответствии с законами России являются преступниками, участвуют там в войне или создают террористические ячейки в соответствии с российским законодательством. На территории Чеченской Республики это преступлением не является. Такие люди на территории Республики будут пользоваться иммунитетом, их попытка, их задержание, привлечение к ответственности будет считаться вторжением и так далее. Попробуйте, примите. Понимаете разницу между тем, чтобы какого-то конкретного человека за совершенное преступление в рамках этого же российского закона амнистировать, причем прогнав его через Украину? Вы думаете, почему была вот эта гастроль в Украину, съемки там, что-то огонь, вы помните, да, вначале он приехал, сначала там в Чечне, потусывался, что-то позаписывал, потом Украина. Это вот этот вот обряд нужно было выполнить как раз таки для той самой амнистии. Все типа, поехал в Украину, повоевал за Россию, соответственно заслуживаешь амнистии. Все вопросы к тебе снимаются. Поэтому это совершенно другая вещь. Они пытаются нас обмануть такой вот пылью в глаза, когда показывают такие вещи. Вот смотрите, я в розыске, а я спокойно приехал, меня никто не задерживает. Да? Но борьба за свободу, которую вели со времен шейха Мансура, они же тоже часто любят этим апеллировать, говорить, вот вся та борьба, которую вели, шейх Мансур и остальные, борьба за свободу, это была та свобода, которую мы сейчас имеем. То есть они типа за эту свободу боролись. Так вот, ребята, я уверяю вас, они за эту свободу, они боролись. Эта свобода у нас была всегда. Вот эти вот вопросы, ну где-то бывало сложнее, там при Советском Союзе было сложнее, чуть ранее было проще, но решать вопросы в рамках Российского закона или Советского закона, эта возможность была всегда. И боролись у нас не за это, у нас боролись за то, чтобы мы сами решали на своей территории, как нам жить, чтобы на нашей территории действовали наши законы с полностью соответствующей нашей религией, нашим обычаям, не выходящие за рамки, чтобы мы не присмыкались, не перед кем, понимаете, вот она, свобода. А не не свобода в рамках действующего какого-то российского законодательства, когда тебе дают право решать какие-то индивидуальные вопросы. Вот этого мы тебе разрешаем простить, а вот эту женщину надо будет посадить, понимаете, чтобы не так, чтобы не там, в Кремле, эти вопросы решали. Вот за что мы всегда боролись. Так, ладно, у нас, по-моему, были какие-то вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...